МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делать им было нечего, только что каменные иглы бы переносить с места на место, что ли? Однако самый главный парадокс этих памятников доисторического творчества все-таки в другом. Однажды в порядке эксперимента современные инженеры решили повторить достижения древних строителей, и у них ничего не получилось. То есть без помощи современной строительной техники, кранов, бульдозеров, бетономешалок не получилось перетаскивать камни такой тяжести, не получилось поднимать их на многометровую высоту и укладывать с такой филигранной точностью. Вот в попытках найти ответ на этот вопрос и была выдвинута поистине шокирующая гипотеза, согласно которой все эти грандиозные сооружения древности строили, конечно, древние люди, но только не сами, а под руководством могущественных и технически очень продвинутых незнакомцев. Сегодня в нашей программе вы увидите. Наши предки знали о космосе больше, чем современные ученые. Либо древние цивилизации действительно были столь же технологически развиты, как и мы, либо они, скажем так, поддерживали контакты с какими-то более высокоразвитыми существами. Кто создал человечество? Новые люди не имели ни отцов, ни матерей. Явно на то намек, что это продукты генной инженерии. Зачем на самом деле построили древние пирамиды? Порода как бы прожжена неким плазменным или каким-то лазерным резаком. И почему от нас скрывают правду о Красной планете? Фото, снятое марсоходами на поверхности Марса, во многом являются фейками. В мае 2017 года радиолюбитель из Тагила обнаружил на спутниковых снимках Антарктиды невероятную находку. В снегах, куда не ступала нога человека, отчетливо видны очертания объекта техногенного происхождения. Исследователи уже не в первый раз находят на территории вечных льдов подобные артефакты. Изучив данный снимок, они выдвинули шокирующую гипотезу. В снегах Антарктиды покоится огромный инопланетный космический корабль, который потерпел крушение еще на заре времен. С древнейших времен человечество вглядывалось в небо. К движению Солнца, к фазам Луны были привязаны даты важнейших религиозных праздников, а затмения и вовсе считались недобрым знаком. Но для ученых по сей день остается загадкой. Откуда жрецы без телескопов и разведывательных космических зондов имели знания о небесных телах, невидимых с Земли? Как они сумели заглянуть в далекие глубины космоса? Разные народы в Южной Америке, в Африке, в Азии, которые еще 4000-3000 лет до н.э. обладали удивительными знаниями и вели наблюдения за космическим пространством, которые давали положение звезд с очень большой точностью. Они обладали знаниями о некоторых окрестных системах звезд, об их планетах, о цивилизациях. Невероятно, но в древнейших клинописных источниках цивилизации шумеров, царствовавшей на территории современного Ирака 6000 лет назад, есть информация, которую возможно получить только с помощью современной астрономической техники. Если мы рассматриваем 4-5 тысяч лет назад, когда эти самые тексты писались до нашей эры, то карты даже, которые обозначены, там подробные указания планет нашей Солнечной системы, такие, которые мы только узнали всего там 200-300-100 лет назад. Но если за движением планет на небосклоне еще можно как-то проследить, то выяснить, что удаленной от Солнечной системы практически на 9 световых лет ярчайшая звезда Сириус на самом деле является тройной системой, в те времена было просто невозможно. Однако шумеры владели и этим знанием. Самое поразительное, современные астрономы действительно доказали, что Сириус — это тройная звезда всего лишь несколько десяти лет назад, хотя шумеры уже несколько десять тысяч лет назад об этом знали. Соответственно, мы можем предположить, что либо древние цивилизации действительно были столь же технологически развиты, как и мы, либо они, скажем так, поддерживали контакты с какими-то более высокоразвитыми существами. По мнению нашего эксперта, доказательством этой шокирующей гипотезы может быть и тот факт, что абсолютно независимая от шумерской цивилизации племя Дагонов, проживающая на изолированной территории в Центральной Африке, также знала об истинном строении звездной системы Сириус. Со времен глубокой древности считается, что человечество — это потомки богов, прилетевших с далеких звезд. Упоминания об этом встречаются во всех культурах земного шара. Эти многочисленные мифы и летописи не оставляют у исследователей сомнений. В развитии жизни на Земле поучаствовал кто-то из космоса. Есть теория палеоконтакта, которая говорит о том, что в древности представители внеземного разума прилетали на Землю и контактировали с нашими аборигенными народами. Они обучали эти народы ремеслам, искусствам, наукам. То, что Землю когда-то посещали инопланетяне, кажется невероятным. Неужели это возможно? По мнению наших экспертов, ответом на этот вопрос могут служить изображения богов и верховных духов, созданные древними народами на разных континентах. И на египетских барельефах, и на рисунках древних майя показаны неземные великаны. Мир был заселен вот этими богами, которые прилетели на Землю, белыми богами, которые были похожи на человека, но предания, которые сохранились в рисунке, предполагают, что они были выше, порядка 2-2,5 метра роста. Рисунки или статуэтки древних богов найдены у древних шумеров, у аборигенов Австралии, в Европе. У всех изображений есть поразительное сходство. Все существа имели огромные глаза, большую голову, сужающуюся к подбородкам. У них отсутствовал рот, а порой и нос. Каждая из культур называла этих существ пришельцами с небес, наделяла их божественными знаниями и сверхъестественными способностями, а также связывала их визит на Землю с началом развития своей цивилизации. Если приходили некие существа, которые помогали людям в чем-то, допустим, давали какие-то знания, развитие, толчок к развитию общества, то такие люди, они обычно, или существа, интерпретировались как божественные проявления, как боги. Древние шумеры владели невероятными для того времени знаниями в области астрономии, химии и физики. Использовали числа Фибоначчи и троичную систему исчисления, которую в современном мире применили для создания электронных вычислительных машин. Что, если это и есть доказательство инопланетного вмешательства? Наши эксперты ссылаются на шумерские рукописи, где есть подробные описания пришельцев с далекой планеты. Их звали Анунаки. И они прибыли на Землю задолго до возникновения цивилизации шумеров, более 450 тысяч лет назад. Кровь стынет в жилах от тех ужасов, которые нам пророчат ученые. Астрономы предупреждают. Метеорит размером с полземли летит навстречу нашей планете. Сейсмологи сообщают, что вот-вот проснется гигантский вулкан, чья огненная лава накроет человечество с головой. Толкователи Нострадамуса пугают научно обоснованным апокалипсисом. Но где же правда? Чего нам, грешным жителям Земли, действительно стоит бояться? А какие страшилки пропускать мимо ушей? Для тех, кто ищет ответ на эти вопросы, наш новый беспрецедентный книжный проект «Тайны апокалипсиса». В нем мы разложили по полочкам все угрозы человечеству. Отделили научные от антинаучных, страшные от смешных, реальные от потенциальных. И в результате у нас получилась книга «Тайны апокалипсиса». Рекомендую к внимательному прочтению. Кто поселил человека на Земле? Это говорит о том, что человек, возможно, имеет родиной не нашу планету. Какую тайну скрывают древние пирамиды? Функцией пирамид Гизы могла быть функция дальней космической связи. И почему до сих пор ученые не нашли жизнь на других планетах? Просто, может быть, они обитаемы не теми существами, которые похожи на нас. Согласно шумерским рукописям, аннунаки прибыли на Землю с единственной целью. Им требовалось золото для создания защитного экрана, который бы укрыл их планету Нибиру от разрушающего ионизирующего излучения. Из-за войны на своей планете они вынуждены были искать материалы, которые позволили бы восстановить атмосферу своей планеты. И там говорится в этих текстах, что восстановительным элементом является золото. Но золото не в том виде, в котором мы привыкли, самородное золото, а золото в каком-то специальном, специфическом, атомарном, распыленном виде. Интересно, что и сейчас в современном мире в защитных экранах космических станций используется золото. По мнению нашего эксперта, аннунаки не просто унесли с Земли несколько золотых украшений. Они добывали желтый металл в промышленных масштабах. В районе Южной Африки были открыты и созданы первые шахты. Ни для чего иначе, кроме одного, добыча золота. Золото добывалось на планете, поднималось на орбиту. С орбиты корабли копили это золото и потом отправляли в циклы, которые составляли 3600 лет. При приближении планеты огромное количество транспортов уходило туда с золотом на свою планету, родную, на Нибиру. Этому шокирующему заявлению нашего эксперта есть подтверждение. В 70-х годах прошлого века в Свазелэнде и других частях Южной Африки действительно были обнаружены древние золотодобывающие шахты. Как показали исследования, их возраст превышает 100 тысяч лет. Причем ученые уверены, что у золотоносных приисков инопланетян более обширная география. Например, существуют данные, что золото в древности добывалось и на территории Южной Америки. По преданиям шумеров, вначале в шахтах работали сами инопланетные боги, но затем ситуация изменилась. Тяжелые условия в шахтах привели к тому, что взбунтовались эти самые анунаки. И тогда для того, чтобы успокоить их, было придумано создание нового существа, которое бы могло добывать вместо анунаков это самое золото. Вполне возможно, что на территории современного Ирака в древности развернулась лаборатория по созданию новых биологических видов. Во всяком случае, об этом есть красноречивые описания в шумерских легендах. Наш эксперт уверен, что инопланетные боги применяли генетические технологии. Боги как бы то смешивали муку, то там из теста, из глины месили их. И вот часто подчеркивается, что вот эти новые люди не имели ни отцов, ни матерей. Явно на то намек, что это продукты генной инженерии. По всей видимости, в начале у анунаков создание идеального раба не заладилось. Боги выводили разных существ, описания которых встречаются в мифологии древних цивилизаций. Люди-быки, люди-рыбы, грифоны и кентамры. Скорее всего, изначально анунаки пытались вырастить в пробирке мутантов на основе ДНК земной фауны. Об этом написано практически во всех преданиях. Причем у майя, у ацтеков говорится, что первые люди создавались под землей. В Шумере они создавались на земле, но получались уродами. И очень долго Энки не мог создать нормального человека. То он кривой, то он косой получился и так далее. По мнению нашего эксперта, идеальный вариант у пришельцев получился только тогда, когда они создали себе раба на основе собственного генетического материала. Если это действительно так, то можно сделать шокирующее предположение. Древние космические боги являются предками человека. И тогда можно объяснить некоторые факты несовершенства нашего тела. Например, заболевание позвоночника, остеохондроз, в определенном возрасте возникает практически у каждого. У исследователей есть шокирующая версия. Все это потому, что тела наших прародителей не были полностью приспособлены к земной гравитации. Этот дефект по наследству достался и нам. Человек не так уж и приспособлен к жизни на земле, как и другие животные. Так, например, при родах женщины испытывают, в общем-то, мучения. И буквально там до начала 20-го века, в общем-то, роды были довольно сложным процессом у человека. И зачастую погибал либо плод, либо мать. То есть такие случаи были достаточно чисты. В животном же мире мы это наблюдаем очень редко. Это говорит о том, что человек, возможно, имеет родиной не нашу планету. Действительно, многие религии говорят о том, что люди являются детьми богов. Но есть и более распространенная трактовка – рабы божьи. Если обратиться к шумерским текстам, в этом и было предназначение человека – прислуживать пришельцам и добывать для них золото. Некоторые эксперты делают шокирующий вывод. Получается, что человечество – цивилизация биороботов. Но куда делись диковинные химеры, которые были забракованы инопланетными властителями Земли? Наш эксперт считает, что пришельцы просто предпочли избавиться от генетических мутантов. Почему они все уничтожены были? Наверное, тоже для чистоты эксперимента. Видимо, было принято решение, что именно эта цивилизация, которой являемся мы с вами, останется здесь развиваться. Остальные будут наблюдать. Ну, например, в океане может быть некая цивилизация, которая наблюдает. Или тоже таким же образом экспериментально развивается. Ну, например, дельфины. Исследователи, изучающие древние рукописи, уверены, что на Землю прилетели не только белые боги, которых шумеры называли аннунаками. Земля является единственной планетой, которую боги посещали чаще всего, по-видимому. И она является форпостной базой Вселенной. И она находится на перекрестке галактических трасс разумных существ. Мы это видим по МЛО, по различным явлениям и так далее, по откровениям, которые приходят к людям. По вообще психологии человечества. У многих древних культур, проживающих на разных континентах, разделенных тысячами километров и океанами, встречаются описания одних и тех же божественных существ, летающих змеев. У индейцев это пернатый змей, Кэтсалькоатль. В легендах Индии – наги. А у китайцев и славян – дракон. Для всех народов змея была символом великой вселенской мудрости и знаний, недоступных большинству людей. В полиогеновую эпоху, либо в начале неогеновой эпохи, появляются еще многорукие. В индийских преданиях это ракшасы, в греческих это гекатанхейры или сторукие. Ну, практически во всех преданиях. В Китае это великан Чи Ю многорукий. У индейцев Хопи они считают, что вообще индейцы Хопи ведут род свой от этих многоруких. Согласно многочисленным легендам, между инопланетными хозяевами Земли периодически вспыхивали конфликты. Ведь в древние времена на Земле применялись технологии, которые совершенно не соответствовали уровню развития человечества. По мнению наших экспертов, это еще одно доказательство палеоконтакта. В древних трактатах Махабхара, где прям четко описывается, когда две мощные цивилизации древнеиндийских правителей враждовали между собой, применяя очень странное технологическое оружие, которое сравнимо с современными ракетами, с современными бомбами, с современным тектоническим оружием. Причем описание совпадает буквально до деталей. Вот и факты. При раскопках древнего города Махенджадара, который располагался на территории современного Пакистана и погиб 3700 лет назад, были найдены оплавленные камни и куски стекла, образовавшиеся из расплавленного песка. Такие следы, по мнению ученых, могли возникнуть только при воздействии температуры около 2000 градусов по Цельсию. Кроме того, немногочисленные сохранившиеся останки людей заставили трещать счетчик Гейгера. Все указывает на то, что город Махенджадара был уничтожен атомной бомбой или похожим оружием с аналогичными разрушительными свойствами. Наш эксперт уверен, что древний автор священного индийского трактата Махабхарата явно был свидетелем применения такого военного арсенала. Знаменитые огненные стрелы Индры, которые могли поражать целое войско, причем люди после этого начинали заболевать симптомами, сходными с современным радиационным поражением людей. Еще одно доказательство. Современной науке известно, что одним из отдаленных последствий воздействия радиации является рождение детей с определенным пороком – циклопизмом. При этом в рожденном дефекте у плода развивается только один глаз, который располагается над переносицей. Такое встречалось среди населения Чернобыля и Хиросимы. Но почему древние люди сталкивались с этой патологией? Во многих легендах встречаются описания циклопов. В шумерских текстах также описаны войны между богами за влияние, за власть на земле. Они делили между собой влияние на этой самой земле. Кроме того, с помощью спутников на территории современных пустынь уже не раз обнаруживались русла протекавших некогда здесь рек. А значит, данные районы, занесенные песком, когда-то были цветущими садами. После применения оружия богов, которое сжигает все на своем пути, есть подозрение, что это что-то похоже на ядерное оружие или на термоядерное оружие. Именно поэтому многие места стали выжжены и, например, пустыни образовались или именно после применения этого оружия. Вот еще удивительный факт. Исследователи уже давно ломают голову над тем, что за таинственный объект держат в руках боги, изображенные на барельефах древних культов. Он похож на сумку и встречается в творчестве шумеров, этрусков, инков и майя, догонов, египтян и других народов, проживающих на значительном расстоянии друг от друга. Некоторые эксперты считают, что таинственная сумка может иметь аналогию с современным ядерным чемоданчиком. Возможно, боги держат в руке некое оружие. Древние сооружения построены с помощью неизвестных технологий. Повмягчали камень, затем с помощью пения мантр этот камень передвигали. Кто хозяйничает в недрах нашей планеты? Профиль некоторых туннелей доказывает о том, что там ходить обычный человек просто бы не мог. И кому понадобилось контролировать человечество? Они ведут достаточно активную деятельность на Земле и контролируют, в общем-то, наше развитие тоже. Но почему поссорились боги? Из-за чего вели войну не на жизнь, а на смерть? Наш эксперт полагает, что яблоком раздора могли стать пирамиды. Действительно, пирамиды – это феномен, который до сих пор не поддается разгадке ученых. Ведь эти строения есть в каждой точке земного шара. Территория Земли была поделена на четыре части. Первая часть – это Египет, причем это Египет, Нил, ближе к Средиземному морю, территория Гизы. Вторая часть – это Междуречие. Третья часть – это территория между сегодняшней Пакистаном и Индией. И четвертая часть – это районы Экватора, Южная Америка – это территория Эквадора. Это сегодняшняя. В общем-то, во всех этих местах, если хорошо посмотреть, там имеются пирамиды. Недавно пирамиды были обнаружены даже в Антарктиде. Интересно, что пирамиды расположены не хаотично, а по определенной системе, что наводит ученых на мысль. Эти постройки были больше, чем просто объект для культовых обрядов. Эксперты ломают головы, пытаясь понять, кто построил пирамиды. И главное – зачем. Туда приписать пирамидальные постройки на Земле, которые находятся в Мексике, которые находятся на территории Перу, на территории Египта, на территории Китая. И найдены сейчас пирамиды буквально вообще по всему свету. Просто официальная наука не хочет признавать, что это была постройка именно разумных существ. Можно говорить о том, что действительно начало, так сказать, эпохи освоения Земли в разумной цивилизации было положено теми пришельцами, которые посетили нашу Землю в прошлом. Исследователи древних цивилизаций считают, что пирамиды были для пришельцев важным, как сказали бы сейчас, стратегическим объектом. Кто владел пирамидами, тот владел возможностью безопасной посадки на Землю. Внутри пирамид там есть ниши, в которых такое ощущение, как будто там что-то находилось. В текстах, у шумерских текстов, которые расшифровывают Сичин, написано, что там находились кристаллы, которые при облучении из космоса, уж не знаю, там лазером, лучом или еще чем-то, дают некую голографическую картину, ну, как навигационная картина, для того, чтобы приземлялись. У экспертов есть и другая версия использования пирамид. Если посмотреть на расположение этих строений на Земле, то можно заметить, что они будто сетью покрывают всю поверхность нашей планеты. Точно так же, как и вышки сотовой связи. Интересно, что такие пирамиды во многом похожи по своей архитектуре на наши радиолокационные станции, используемые в Министерстве обороны, например. Наш эксперт предполагает, что с помощью этих построек инопланетные боги поддерживали связь со своими орбитальными станциями, а может быть, и с родной планетой. Функцией пирамид Гизы могла быть функция дальней космической связи. То есть там могли быть установлены энергетические или радиомаяки, которые в радиорежиме или в каком-то другом энергетическом режиме связывались с космическими кораблями инопланетян, находящимися на земной орбите, или же в какой-то точке Солнечной системы, или же даже это были радиосигналы, которые можно было принимать и посылать на ту планету, с которой прибыли эти инопланетные миссионеры. По словам нашего эксперта, рассматривается еще одна гипотеза использования пирамид. Энергетические генераторы. Физики уже давно исследуют возможности построек пирамидальной формы. Некоторые исследователи утверждают, что внутри конструкций, в точности повторяющих габариты египетских пирамид, самозатачиваются лезвия, быстрее прорастают семена, не замерзает вода даже при температуре ниже нуля. А пирамида, размещенная над бензобаком автомобиля, более чем в два раза снижает расход топлива. По мнению нашего эксперта, есть еще одно доказательство в пользу этой шокирующей гипотезы. То, что это энергетические сооружения, в общем-то, говорит то, что они все в основном находятся на 30-й параллели пирамиды на Земле. И амплитуда стоячей волны, так называемая, которая соотносится с магнитным полем Земли, она как раз имеет такой самый выраженный всплеск именно на 30-й параллели. И, возможно, вот использование этой амплитуды, ее модуляция как бы позволяла получать энергию буквально ни из чего. Но когда и кем были построены пирамиды? Ведь они состоят из многотонных блоков с удивительной точностью, подогнанных друг к другу. Немало математиков безуспешно пытались рассчитать, какое же количество людей должно быть задействовано при строительстве пирамид, а главное, каким образом люди могли перетаскивать и поднимать гигантские каменные блоки без современных тракторов и кранов. Наш исследователь утверждает, что разгадка проста. Пирамиды были построены инопланетными пришельцами. Есть такая версия, например, что рабы во времена Хеопса не строили эту пирамиду. Есть даже такой научно-эзотерический анекдот, что Хеопс, став фараоном, посмотрел на пирамиду Хеопса и с удивлением спросил своих вельмож, кто же построил эту пирамиду Хеопса, потому что он не знал, и жрецы его времени не знали, кто и зачем по-настоящему построили эти египетские пирамиды в районе Гизы. Интересно, что в какой-то момент возведение пирамид прекратилось одновременно по всему миру. Может быть, потому, что настоящие пользователи этих объектов покинули нашу планету? И это не единственные загадочные сооружения, которые, по мнению исследователей, возвели явно не люди. В Израиле в туннеле Котелия, там был дважды, стоят блоки весом более 500-600 тонн остатки стены, причем подогнаны друг к другу. Они так, что нельзя просунуть лезвие бритвы или ножа. Одно из самых известных, просто поражающих воображения мегалитических сооружений расположено в Боливии и имеет название Пума-Пунку. Этот комплекс, по расчетам ученых, был построен в 600-х годах нашей эры. Огромные каменные блоки, из которых состоит комплекс, весят до 500 тонн. Блоки идеально подогнаны друг к другу, а в некоторых из них есть отверстия. Они тоже являются большой загадкой для ученых. Дырки сделаны в твердой породе настолько точно, что подобного тяжело добиться даже с помощью современных буров и лазеров. Но откуда у древних людей были такие технологии? Исследователи уверены, что подобные находки являются неопровержимым доказательством того, что в древности на Земле использовалась инопланетная техника. Удивительные мегалитические сооружения есть на разных территориях Южной и Центральной Америки, в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке. Мегалиты находят даже под водой. Причем возможное предназначение некоторых объектов попросту не вписывается в картину древности, которую нам описывает Эстония. Знаменитые, великие взлетно-посадочные полосы, которые сегодня находятся в районе Баальбека, никто не может объяснить, что за полосы, которые длиной высечены в скалах из гигантских глыб и длиной там нескольких километров. Наблюдая объекты, построенные много тысячелетий назад, нельзя не заметить тот факт, что древние будто страдали гигантоманией. Почему вместо небольших камней, которые легко поднимать или передвигать, они строили стены из огромных, неподъемных, многотонных блоков. Причем гигантские камни не только были тщательно подогнаны друг к другу, но и часто соединялись с помощью замков. Даже в десятером обычным людям невозможно соединить пару таких блоков, не говоря о том, чтобы построить из них целую стену. Кто и как справлялся с этой задачей? У нашего эксперта на этот вопрос есть предположение, которое кажется просто невероятным. Размягчали камень, затем с помощью пения мантр этот камень передвигали, он левитировал по воздуху и дальше вставал на место. Исследователи уверены, такие технологии на нашей планете могли применять только пришельцы из космоса. Ведь, судя по некоторым археологическим находкам, на Земле когда-то действительно существовала высокоразвитая цивилизация. Находят остатки каких-то колей от проезда автомобилей возрастом примерно такого же, или скелеты отложением, которые имеют вплоть до 50 миллионов лет. А вот недавно мне прислали останки колеса в угольной шахте возраст, который 400 миллионов лет, и таких находок много. Еще одной загадкой древности являются подземные сооружения, которые встречаются по всему миру. В последнее время находят целые цепи подземных коммуникаций, тоннели, иногда это несколько ярусов, сделанных непонятным способом. То есть порода как бы прожжена неким плазменным или каким-то лазерным резаком. Некоторые исследователи считают, что подобные подземные катакомбы были сделаны для того, чтобы переждать некий катаклизм. Другие уверены, коммуникации уходят далеко вглубь Земли, где существует некий пустотный мир. Но все сходятся в одном. Эти тоннели проложены не людьми. Докенбрийские системы, когда планету населяли совершенно другие цивилизации, профиль некоторых туннелей доказывает о том, что там ходить обычный человек просто бы не мог. Либо это был великан, либо это был карлик. То есть они разные туннели для карликовых существ, для великанов. Более того, не для ног человека приспособленные. Интересно, что подземные коммуникации найдены под пирамидами в Египте и под пирамидой Солнца в древнем Теодиоакане, который расположен на территории современного американского штата Мехико. Длина этих тоннелей более 100 метров. В обоих случаях еще в древности люди закрыли входы в эти тоннели. По мнению нашего эксперта, в загадочных подземных ходах может храниться нечто негативно воздействующее на людей. Недаром археологов, вскрывающих пирамиды и подземные тоннели, настигали странные болезни или необъяснимая смерть. Погибают те, кто внедрялись, ну скажем, с корыстными целями внутри пирамиды, не только от каких-то гипотетических ловушек, которые фараоны оставили, но и от непонятного. Существует еще одна шокирующая версия. Некоторые подземные туннели столь велики, что у исследователей закрадывается предположение. Эти строения могли быть подземными ангарами для инопланетной техники. Почему снимок с Марса шокировал ученых? Классические пирамидальные структуры, причем есть определенное сходство с расположением пирамид Гизы. Кто оставляет послание человечеству? Они каким-то своим излучением ломают растения, формируют какие-то картинки, пишут какие-то тексты. И кому на самом деле принадлежит наше небо? Некие металлические конструкции в виде дисков, треугольников, сигарообразные налоги. В мае 2017 года снимок марсианского плато Меридиана, сделанный еще в 2008 году, обрел вторую популярность. Исследователи обнаружили на нем объект, поразительно похожий на самолетный винт. И это только одна из множества находок на планетах Солнечной системы, которые, по мнению наших экспертов, являются неоспоримыми доказательствами, что раньше на Марсе и Венере существовала развитая цивилизация. Ранние фотографии НАСА, которые ходили еще в открытой печати лет 20 назад, потом почему-то про них меньше стали говорить, на них действительно видно, как на плато расположено несколько пирамидальных структур, причем не какие-то там похожие на пирамиды, а именно классические пирамидальные структуры, причем есть определенное сходство с расположением пирамид Гизы на плато вот как раз в Египте. О том, что между объектами, найденными на Марсе, и древними артефактами на Земле, есть определенная связь, исследователи говорят уже давно. Например, помимо пирамид, на Марсе нашли сооружение в виде гигантского лица, которое детально совпадает с лицом египетского сфинкса. В древних источниках и вовсе есть конкретные указания на то, что пришельцы могли прибыть на Землю с Красной планетой. В шумерской трактовке Марс значился как планета, которая была первая для полета от Нибиру на Землю, как перевалочный пункт, как космопорт. И там жила колония, и колония небольшая. Постройки правильной формы, тоннелей, трассы – это далеко не все находки на Марсе, Луне и других соседних планетах. В 2015 году на Церере спутником также был обнаружен объект, похожий очертаниями на пирамиду. Однако наш эксперт считает, что не всему можно верить. Фото, снятое марсоходами на поверхности Марса, во многом являются фейками, которые американские спецслужбы специально создают для дезинформации мировой научной общественности. Действительно, сотрудников НАСА уже не раз ловили за руку при попытке изменить марсианские фотографии. Например, американскому космическому агентству зачем-то понадобилось перекрашивать снимки с марсохода в оранжевый цвет. Но с какой целью совершается этот падло? По мнению нашего эксперта, нам подсовывают откровенные фейки, чтобы скрыть шокирующий факт – жизнь на Марсе существует и по сей день. Я почему-то убежден, что на сегодняшний день все планеты обитаемы. Просто, может быть, они обитаемы не теми существами, которые похожи на нас. Ведь существ много. Даже мы предполагаем, что есть даже живущие на нашей планете, на Земле, некоторые микроорганизмы, которые выдерживают, например, холод минус 150 градусов, или которые выдерживают температуру и давление, почти равномерное плавление оловых свинца. Совсем недавно исследователи обнаружили на спутниковых снимках Луны странный объект. Идеально круглое отверстие, которое окружено по краям несколькими высокими структурами, похожими на вышки. По мнению экспертов, находка имеет явно технологическое происхождение. Они считают, что объект может быть входом на базу инопланетян, расположенную внутри нашего спутника. Вряд ли жизнь погибнет на планете, пока планета существует, потому что жизнь приспосабливается к самым невероятным условиям, к высоким температурам, к холоду, к отсутствию света, к чему угодно. У исследователей есть предположение, что инопланетный разум готов к новому контакту и шлёт нам не только странные радиосигналы из глубин космоса, но и своеобразные телеграммы. Уже лет 20 на полях обнаруживают причудливые изображения и таинственные круги. Они напоминают какие-то зашифрованные послания. Для учёных пока остаётся загадкой даже то, как сделаны эти изображения. Ведь колосья или трава не смяты. Стебли, аккуратно пригнуты к земле и зафиксированы в таком положении. Явно на них воздействовали с помощью неизвестной человечеству технологии. Они каким-то своим излучением ломают растения, формируют какие-то картинки, пишут какие-то тексты, что это на самом деле до сегодняшнего дня не установлено. 10 мая 2017 года над мексиканским городом Тепастлан квадрокоптер заснял быстро движущийся объект круглой формы. Летающая тарелка с огромной скоростью рассекала воздушное пространство и двигалась в сторону древнейшего городища ацтеков Тепастека, известного находящейся там пирамидой. А 27 июня сего года на острове Южного Ванкувера в Канаде очевидец заснял ни на что не похожий яркий объект в небе. Судя по размерам и отдаленности объекта, это НЛО должно быть больше самого крупного современного лайнера. С появлением высокоточной фото и видео аппаратуры таких свидетельств становится все больше и больше. НЛО попадают в объективы по всему миру практически каждый день. Есть объекты, которые мы можем сказать, что техногенного производства, то есть некие металлические конструкции в виде дисков, треугольников, там сигарообразное НЛО, которые достаточно часто сейчас мы фиксируем на видео аппаратуру, на фотоаппаратуру. Некоторые эксперты считают, что инопланетяне уже не прилетают к нам, пересекая огромные космические пространства, а обосновались под боком, на Земле. Они ведут достаточно активную деятельность на Земле и контролируют, в общем-то, наше развитие тоже. Так, например, есть факты, что на пусковых установках вот ядерных ракет межконтинентальных часто наблюдают подобные объекты, которые даже вмешиваются в деятельность, так сказать, дежурных офицеров, которые сидят в своих бункерах и контролируют, так сказать, пуски ракет. То есть были случаи, когда и у американцев, и у русских сама собой включалась аппаратура подготовительная к старту. Но если космические боги решат в открытую вернуться на Землю, то что будет с человечеством? Нужны ли мы будем на планете, где пришельцы уже тысячи лет чувствуют себя как дома? Есть различные теории еще и о том, что может нас ожидать в будущем. То есть будет ли какое-то вторжение инопланетных цивилизаций на Землю или же его не будет. Такие дискуссии ведутся. В то же время существуют и развитые цивилизации нескольких параллельных миров на Земле, которые также связаны и с инопланетными цивилизациями. От них тоже может исходить опасность захвата государств нашего мира в ближайшие десятилетия. В любом случае, согласно прогнозам ученых с мировым именем и участившимся высказываниям работников спецслужб, новый контакт с представителями инопланетных цивилизаций лишь вопрос времени. Может быть, случится так, что мы вскоре станем во многом подобны тем самым полубогам или богам, которые прилетали со звезд и приносили аборигенным народам инструменты, знания, умения в различных областях. Покорение космоса – это обязательная ступень развития человечества. И рождение нас, как космической нации, уже не за горами. А пока есть время подумать, что же мы скажем жителям далекого космоса, когда войдем с ними в контакт. А на сегодня наши шокирующие гипотезы закончены. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь, у нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18.00. «Самые шокирующие гипотезы»